Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон и в сегодняшнем видео мы будем говорить про самостоятельный контроль здоровья. С учетом того, что наша медицина находится на уровне, когда она лечит заболевания, а не их предотвращает, многие люди, когда обращаются уже к врачам, находятся на достаточно тяжелой стадии того-либо иного заболевания. В сегодняшнем видео мы поговорим на тему того, как самостоятельно контролировать свое здоровье, какие показатели отслеживать, ну и что, соответственно, делать при тех или иных нарушениях. Мы не будем разбирать нормы, мы не будем разбирать лечение тех или иных заболеваний, и мы поговорим именно про то, как понять, что начинаются какие-то проблемы, и, соответственно, что доздавать дальше и куда дальше двигаться, если мы видим, что есть проблема. Это первая часть видео, в которой мы поговорим про эндокринную систему, а во второй части мы поговорим про внутренние органы и сердечно-сосудистую систему. А сегодня мы разберем три основные эндокринные железы. Это у нас щитовидная железа, это у нас яички и это у нас поджелудочная железа. Это три основные железы, у которых чаще всего наблюдаются те или иные нарушения. И, соответственно, у нас есть по щитовидной железе гипо- и гипотириоз, которые встречаются достаточно часто. У нас по яичкам есть вторичный гипогонодизм, который встречается очень часто. Ну и, соответственно, все знают такое заболевание, как диабет, и это у нас заболевание поджелудочной железы. Поэтому сейчас мы подробно разберем три эти железы и поймем, что делать, если есть какие-то нарушения. Щитовидная железа – это эндокринная железа, хранящая йод и вырабатывающая йоды, содержащие гормоны. Участвует в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом. Выделяет она два основных гормона. Это тироксин и триотиранин. Это Т4 и Т3. Соответственно, по данным Министерства здравоохранения, за период с 2013 по 2016 год показатель заболеваемости патологии щитовидной железы вырос на 12%. С 2037 случаев на 100 тысяч человек до 2283. У нас по странам СНГ достаточно большая проблема с щитовидкой из-за недостатка йода. Поэтому проблемы со щитовидкой встречаются достаточно часто. Первое, что необходимо сдать для того, чтобы определить, есть какие-то проблемы со щитовидкой или нет, это гормоны гипофиза и гормон щитовидки. Первый – это гормон гипофиза, теотропный гормон. Это основной регулятор функции щитовидной железы. Это гормон, который синтезирует гипофиз. В то же время он участвует еще в превращении Т4 в Т3, соответственно, в более активную форму. И второй гормон, который необходимо сдать, это Т3 в свободной форме. Т3 бывает в общей форме и бывает в свободной. Непосредственно необходимо сдавать гормон именно в свободной форме. Если ТТГ нормальный и Т3 свободный нормальный, то, скорее всего, никаких особо нарушений по щитовидной железе нет. А если они есть, надо сдавать дополнительные анализы. Дополнительные анализы – это следующее. Дополнительные анализы нужны для того, чтобы понять, какая вообще проблема. Это гипертиреоз или гипертиреоз. Могут быть там аутоиммунные заболевания и тому подобное. Соответственно, доздаются следующие анализы. Это Т3 общий, Т4 общий, свободный. Это антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреопероксидазе. И, соответственно, делается УЗИ щитовидной железы. Когда есть все анализы, тогда можно ставить четкий диагноз и, соответственно, понимать, куда двигаться дальше. Как правило, у щитовидной железы либо операбельно ее вырезается часть, либо при недостатке назначается Л-тирексин. Соответственно, это просто гормон щитовидной железы, который пьется постоянно. Но сдавать сразу все анализы особого смысла нет, потому что все это достаточно недешево, и анализов вообще будет достаточно много. Поэтому, в первую очередь, необходимо сдавать только основные анализы. Если по основным анализам мы видим какие-то нарушения, тогда доздаются дополнительные. Второе. Это поджелудочная железа. Это крупный орган пищеварительной системы человека, обладающий внутренней секрецией эндогенной и, соответственно, внешней секрецией экзогенной. Соответственно, у него две функции. По данным Российской диабетической ассоциации, ссылкой на Международную диабетическую федерацию, на 1 января 2016 года в мире около 415 миллионов людей в возрасте от 20 до 79 лет страдающих диабетом. И при этом половина людей не знает, что они болеют диабетом. Диабет очень распространенное заболевание, которое в первую очередь связано с тем, что люди неправильно питаются. Из-за того, что у нас в рационе достаточно большое количество быстрых углеводов, сахара и тому подобное, идут очень сильные колебания глюкозы в крови. За счет этих колебаний глюкозы в крови возникают проблемы. Такие проблемы, как сахарный диабет. Это может быть инсулинорезистентность, это может быть преддиабетическое состояние. Заболеваний достаточно много. И все это видно в первую очередь по такому показателю, как глюкоза в плазме. Просто сдается глюкоза утром натощак. Соответственно, нельзя ни пить, ни есть. Сдается глюкоза и смотрится. Если глюкоза находится плюс-минус в нормальных значениях, то, соответственно, все нормально. Если есть какие-то определенные нарушения по уровню глюкозы в крови в данный момент, необходимо доздать следующие показатели. Это инсулин. Это гормон щитовидной железы, который контролирует уровень сахара. Соответственно, если у нас инсулин повышен, а уровень сахара нормальный, мы понимаем, что у нас уже инсулинорезистентность, это преддиабетное состояние. Либо если инсулин очень высокий, а глюкоза, допустим, выходит за норму, это уже по сути диабет. Сдается еще гликилизированный гемоглобин, чтобы смотреть, какой средний уровень глюкозы в течение длительного промежутка времени. Ну и, соответственно, делается еще УЗИ поджелудочной железы. Вот такие вот нюансы. Ну и, соответственно, третья эндокринная железа, это у нас яички, они же тестикулы. Это парные мужские гонады, в которых образуются мужские половые клетки, сперматозоиды, а также они секретируют стероидные гормоны, основной из которых это тестостерон. Основные исследования, что необходимо сдать, чтобы понять, что есть какие-то нарушения. В первую очередь сдается общий свободный тестостерон эстрадиол. Если мы видим, что у нас по общему и свободному тестостерону все хорошо, по эстрадиолу все хорошо, значит эндокринная система, по сути, работает нормально, уровень тестостерона хороший, эстрадиол не завышен, никаких проблем нет. Если мы видим какие-то определенные нарушения по тестостерону общему, либо по свободному, либо завышенный эстрадиол, необходимо сдавать дополнительные анализы. Дополнительные анализы, это у нас лютинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, провоктин, ГСПГ. Также в некоторых случаях есть смысл делать УЗИ органов мошонки. Лютинизирующий гормон, это гормон гипофиза, который стимулирует тестостерон. Соответственно, если тестостерона мало, то по литонизирующему гормону мы смотрим, или это гипогонодотропный дефицит тестостерона, или это гипергонодотропный, или это вторичный гипогонодизм, первичный. По фолликулостимулирующему гормону мы можем также определить, есть ли какие-то проблемы со сперматогенезом. Если нужно подготовиться к зачатию, к примеру, либо человек пытается зачать и не получается, то сдаются такие показатели, как фолликулостимулирующий гормон, соответственно, на фоне тестостерона, и ингибин B. По этим показателям мы смотрим, ну и, соответственно, вместе со спермограммой, мы смотрим, какая спермограмма, какой уровень ФСГ, какой уровень ингибина B, ну и, соответственно, смотрим, можно ли эту картину как-то улучшить, или, в принципе, уже ничего с этим не сделать. Примерно, как это происходит при первичном гипогонодизме, особенно врожденном. Провоктин тоже достаточно важный гормон, который не так часто повышается, но бывают нарушения по провоктину. При повышении провоктина чаще всего диагностируется провоктинома, но в некоторых случаях бывает небольшой рост провоктина, при этом провоктиномы нету, и, соответственно, в данном случае необходимо просто снижать уровень провоктина, так как сильное повышение провоктина может снижать тестостерон и, соответственно, лютонизирующий гормон. ГСПГ. ГСПГ – это глобулин, связывающий полы гормоны. Это то, что связывается с тестостероном, делает его в общей форме, а не свободной. И, соответственно, когда ГСПГ высокий, то даже при нормальном уровне общего тестостерона, который по сути неактивный, достаточно мало активного свободного тестостерона. Это нужно делать в том случае, если мы сдали первый анализ и видим, что общий тестостерон высокий, а свободный тестостерон низкий. В таком случае сдается ГСПГ, и мы понимаем, что за счет высокого ГСПГ низкий свободный тестостерон. В таком случае нужно снижать уровень ГСПГ. УЗИ органов мошонки – это метод ультразвуковой диагностики патологии органов мошонки. Соответственно, иногда уровень тестостерона может снижаться при проблемах с мошонкой. Либо при проблемах с органами мошонки могут быть другие проблемы. Поэтому это тоже достаточно важный показатель. Вот, собственно, на этом все. Это мы разобрали три основные эндокринные железы и три основные заболевания, которые возникают из-за этих трех органов. В следующем видео мы поговорим про внутренние органы, про почки, печень, сердце и тому подобное. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Кого интересуют дистанционные тренировки, консультации по фармакологии, консультации по терапиям по повышению уровня тестостерона, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.